ребята всем снова привет и в этом обзоре мы продолжаем изучать проект секьюрипто и разберем ответы на частые вопросы по данной площадке так вот идем по порядку что такое хардкап софткапт и максимальный выпуск так вот максимальный выпуск это всего сколько токенов будет выпущено до 100 миллионов софткап то есть минимально и сколько планируется вать 250 эфиров кардкап максимально 25 тысяч эфиров также важно понимать что все расходы будут записаны общедоступном списке бухгалтерии который будет соответствовать записи блока эфириум и может быть проверен любое время чтобы обеспечить стопоцентную прозрачность то есть маловероятном случае когда сегодня при еще достаточный импульс то все будет приостановлено и изобретена после соответствующей корректировки маркетинговой стратегии то есть команда секьюрипто будет продолжать работать над проектом как это было в последние два года что объясняет низкий софткап также снова проекты являются принципиальными для команды разработчиков и неудача не является вариантом этих основных принципов что же касается хардкап они решили сделать все на этапах достижения обеспечивая доверие для всех участвующих сторон то есть все возобновится с более высокой скоростью с каждым завершенным этапом который сложен дорожной карте следующее сколько токенов получается за x количество эфиров так вот если вы внесли 10 эфиров он состоит 150 процентов то вот мы видим по формуле как все рассчитывается если вы допустим носите 0 1 эфир когда бонус 20 процентов то тогда получается тоже такое число токенов следующее как добавить токен ску свой кошелек ну здесь опять-таки используется кошелек coinomi mobile здесь на него тоже есть ссылка то соответственно что здесь важно вы добавляете свою монету мы здесь собственно говоря выбираете эфир ну и потом нажимаете qr для сканирования токена секьюрипта соответственно далее добавляете на плюсик чтобы добавить токен и собственно говоря в общем то уже ваш токен будет виден то есть вот секьюрипта токен здесь отображается следующий ваш вопрос что будет с нераспроданными токенами так вот в конце и все после завершения всех абсолютных этапов все непроданные токены из-за все будут уничтожены это создаст больший дефицит и соответственно предотвращает концентрацию токенов в контроле над единым объектом что конечно же важно следующее какие гарантии у меня есть в качестве участников тоже важный вопрос так вот они не являются многонациональной компании вы также не можете покупать никаких ценных бумаг они даже не называют вас инвесторов то есть эта команда пионеров бесплатного интернета которые пытаются изменить мир создав децитализованную сеть создав новый протокол который не может быть остановлен и остановлен каким-либо объектом то есть соответственно что если основной причиной для участия и получения токенов до вас должно быть вообще поддержать это движение таким образом вы используете только для установки секьюрипто мастер ноутер и передачи данных в сети секьюрипто следующий вопрос где находится секьюрипто ну поскольку эта команда разношерстная можно сказать то люди находятся в самых разных странах но это мы обсуждали когда говорили про команду данного проекта поэтому децитализованная площадка что конечно же является большим преимуществом следующий вопрос кто контролирует средства тоже его давайте обсудим хотя бы вкратце так вот здесь средства опять таки тоже контролируются несколькими разработчиками используя кошелек определенный на компьютерах с воздушным облаком что обеспечивает преотвращение от централизации мощности следующий что такое конкурс секьюрипто тоже опять таки сильно подробно разбирать не буду вот здесь проведены личные этапы варианты вот и соответственно есть допустим вот можно сказать что это похоже на торрент сеть на android систему сочетание с биткоином следующее почему устройство открытым исходным кодом для диджи сейфгард так вот есть несколько в общем то особенности первое предотвращение создания полный бизнес компании для массового производства dsg и 2 наличие dsg в качестве open source создает здоровый рынок для соревнований которые как они надеются приводят более быстрому развитию dsg следующий вопрос почему можно использовать эфириум только для получения токенов ну это в общем то самая удобная площадка и здесь это принципе стандартный способ вообще применения данный кошелек как раз таки следующие можно присоединиться к вашей команде так вот да это можно сделать и если является одним из аспекта экспертов да вернее в тематике допустим разработки допустим android ios блокчейна или маркетинг допустим вы делаете кстати публикацию контента всесторонний дизайнер и иллюстратор то тогда вы можете обратиться к данному проекту следующая вопрос по баунти компании так вот да у них есть баунти компании на сервисе bitcoin толк ну и также видно что соответственно они будут с 1 апреля еще проводить различные тоже конкурсы допустим до одно видео 10 тысяч токенов за одну статью тысяча ну и так далее ну что ж надеюсь что ответы на вопросы были вам ясны и понятны спасибо за просмотр и всем счастливо